Хотелось бы немного обсудить нашумевшие события в Крокусе. Напомню, что 22 марта в этом торговом центре и концерт-холле произошел теракт с сотнями погибших, и сразу же появилась дюжина версий произошедшего. И вот на днях появилась новость о том, что в зале Крокуса погиб полковник спецназа ГРУ. Исходя из этого, можно ли говорить, что российские службы такие имеют отношение к организации этого теракта? — Вы знаете, в России, по-моему, 3,5 миллиона сотрудников силовых структур, поэтому статистически, конечно, один из них мог находиться в нерабочее время случайно на концерте. Поэтому здесь я из этого теорию заговора такую прямо не устраивал. Тем более, что, может быть, конечно, это фейк, а может быть и нет, что якобы человек попытался каким-то образом спасать кого-то, образиться на террориста. Я допускаю, что, может быть, какие-то отдельные честные офицеры в российских силовых структурах могут оставаться по какой-то неведомой случайности. Соответственно, думаю, что тут немножко по-другому. Понимаете, когда какие-то силовики в каких-то странах занимаются какими-то грязными делами, они же никогда не делают это своими руками, потому что это очень высокая опасность проколоться и испортить себе репутацию, отказаться от ученым от кормушки и так далее. Поэтому как раз они используют вот этих всех гавриков, типа вот этих всех игилов и так далее, которые на самом деле ничего общего к вере и к чему-то еще никогда не имели и не имеют. Это просто банформирование, которое за деньги выполняют заказы различных политических структур. И, соответственно, вы, наверное, обратили внимание на то, что Путин и его компаньоны в последнее время очень много взаимодействуют с бандитами всех мастей, потому что приличные люди с ними не хотят работать, но поэтому они, соответственно, работают с талибаном, с сирийскими группировками, с группировками вот этих хуситов, с группировками, которые на Ближнем Востоке орудуют. И там есть вполне серьезное основание полагать, что Путин поучаствовал в разжигании последнего конфликта. И были как раз вот такие, тогда были следы криптопереводов на огромные суммы из-за московского как раз-таки вот этого сити, где базируются все вот эти криптовики, каждый из которых там плотно лежит под ФСБ. Это известный факт, кстати. Вот, соответственно, да, вот они взаимодействуют все с этими людьми, и там есть два возможных варианта, как это все было. Первый, да, ну сейчас начнем с конца, что называется. Понятно, что теракт исключительно полезен господину Путину. Всегда говорю тем комментаторам, которые сейчас с вами начнут писать, что я называю негодяя господином. Это исключительно саркастическое прозвище его, так что поэтому не стоит тратить на это ваше время. Значит, соответственно, вот этому господину выгодно это по многим причинам сразу. Он опять вгоняет свое население в состояние ступора, в состояние истерии какой-то, да, страха какого-то животного. И когда оно готово на все, лишь бы только его не убили. Соответственно, это опять развязывает полностью руки Путину с его силовиками, с его бандитами, да, которые могут творить, что хотеть дальше. И то, как начала вдруг Россия поднимать голову и выходить на какие-то акции протеста. Тут у нас, значит, по поводу гибели Навального много людей вышло. Тут на выборах много поучаствовало, помню, против Путина, соответственно. Там у нас жены мобилизованных бузят. Сейчас бузешь резко прекратиться, потому что сейчас при первой попытке что-то организовать они моментально опять выйдут со своими дубинками. Вот как раз-таки с безоружными студентиками они справляться умеют. Это же не бандиты вооруженные. Значит, соответственно, возникает вопрос тогда, а как это все случилось-то, да, и почему? То есть удивительное дело, да. То есть вот Путин сидит на полном серьезе, обвиняет, что США совместно с Англией и с Украиной они вместе организовали этот теракт. И мне хочется спросить, Владимир Владимирович, а зачем тогда американцы предупреждали вас о том, что этот теракт случится? Причем предупреждали с вероятностью 100% из 100%. Но как бы, я не знаю, это как бы расчет на то, что все зрители путинских СМИ идиоты, только на это что ли? Но они не все же идиоты на самом деле, да. Путинские опросы фиксируют, что якобы половина людей поверили в версию Путина о том, что это США, Великобритания и Украина вслились в экстазе с ИГИЛом и побежали расстреливать народ в Крокурс-Сити, да. Но давайте вернемся к тому, что мы с вами уже обсуждали, да, что социология в России – это абсолютно лукавая наука. И когда задают вопрос, а ты согласен с Путиным или ты хочешь идти в тюрьму? Ну, естественно, человек говорит, я согласен с Путиным. Это, конечно же, ИГИЛ вместе с, значит, Зеленским и Байденом там лично всех стреляли. Ну, то есть, я думаю, что все-таки реальное число поверивших, конечно, значительно меньше, потому что, ну, совсем какой-то бред. То есть, американцы организовывали теракт, и потом у них, не знаю, совесть взыграла или что-то там еще. Или это такая была тонкая игра, как в «Шпионских боевиках», что «А мы отправим сейчас записку Джеймс Бонду, что там-то мы тебя прикончим, негодяй. И вот давай-ка ты попробуй возрази что-нибудь нам на это». Так что ли? Ну, это же смех и грех, что называется. Поэтому вот все белыми нитками шиты. Я думаю, что во взаимодействии с этими всеми бандюганами из жарких стран, они что-то такое как-то вот вышли на то, что кому-то это стало полезно и выигрышно. И они, грубо говоря, возражать совершенно точно не стали. Потому что, ну вот смотрите, упомянутый полдень против Путина, который был для нас, я считаю, очень важной лабораторной работой по поводу, сколько в России протестного электората, готов ли он куда-то выходить, что-то делать. И что будет делать власть с этим самым протестным электоратом? Да, мы увидели, что на 90 тысячах участках в России они смогли найти вооруженных беззубов людей, которые на всякий случай там были. А в нескольких всего лишь концертных залах, зная о том, что в одном из них произойдет теракт кровавый от американцев, даже от Ирана, кстати, тоже получили информацию, сегодня стало известно об этом. Так вот, они не подставили даже в самом большом из этих залов, а это как раз пропустите свою охрану. Интересный возникает вопрос, а почему? То есть, понимаете, если есть угроза теракта, есть определенные протоколы, как действуют спецслужбы и в Российской Федерации в том числе. Тем более, что Российская Федерация сегодня страна, которая находится в состоянии войны. И, естественно, все эти вопросы утверждаются и сообщаются лично главе государства, и с его участием идут совещания, обсуждения. И уж не дать команду ухилиться по поводу возможного теракта и охранять концертный зал. Она могла последовать, не последовать только в том случае, если Путину нужен был этот теракт. То есть, он понимал, что он будет совершен, он примерно понимал, кем и зачем. И он сказал, окей, отлично. Еще какой-нибудь генерал, наверное, отправил проконтролировать, чтобы этот теракт был осуществлен успешно вместе с какими-нибудь действительно подразделениями афганистанскими или какими-то еще. Соответственно, думаю, что здесь вот ровно так, то есть, ну, последняя сторона, которой этот теракт нужен был, это, конечно, Украина. Потому что понятно, что сейчас россиян накрутят, скажут, что вот, посмотрите, что они творят, и мобилизация пойдет по бойче. Зачем нужно было это Зеленскому? У меня возникает просто простой, логичный, резонный вопрос. Просто из вредности, что ли? Ну, он же, знаете, да, известный нацист, это Бандеровец, кто там еще, конечно же, это все в кавычках по версии пропагандистских СМИ. Кстати, по поводу пропагандистских СМИ, вот, давечу Соловьева, бывший глава российского бюро Интерпола и генерал-майор Владимир Овчинский рассказал, что исполнители теракта в Крокусе могли быть, естественно, западные спецслужбы. Они, внимание, имплантировали чипы, из-за которых террористы совершили нападение на концертный зал, цитата, ублюдкам отключили сознание, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование. Возможно, это покажет экспертиза. Чипы вставлены, заявил Овчинский. Понятно, что мы уже и слышали про боевых комаров и гусей, и, не знаю, там, хрущей. Но опять-таки, ну они же могут найти все-таки эти чипы тоже. Ну неужели people have it? Для чего они это все говорят? Я понимаю, этот ответ сложно комментировать, но он же льется. Да, я понимаю. Я просто, вы знаете, хочу сказать, что чем чудовищнее ложь, тем ведь вернее в нее поверят. Еще Геббельс завещал, собственно, путинским маленьким Геббельсам эту доктрину. И они ее очень-то, в общем-то, научили следовать. То есть, если в нормальной стороне политики все-таки стараются, есть такой термин, манипулировать правдой, конечно, все политики манипулируют так или иначе информацией, но если они там манипулируют правдой, где-нибудь на Западе или даже на Востоке, то здесь-то уже совсем, в общем-то, поняли, что лепи корявого как хочешь, и все равно, в общем-то, мы здесь, власть нас тут послушает. Но, понимаете, это как бы всегда говорю, всегда говорю, до поры до времени, потому что в какой-то момент эта система лжи, эта вот империя, вранья, она рассыпается изнутри, потому что она же гнилая, внутри же ничего нет, основания нет. Понимаете, нет искренней любви населения к этим врунам и убийцам, нет какого-то костяка людей, которые готовы идти за них, понимаете ли, искренне проливать кровь, потому что те, даже кто пошли на это СВО, они же пошли туда за 200 тысяч рублей. Почему Путин поставил им такое удовольствие? Потому что он прекрасно понимал, что не пойдут они просто так, что нету там таких патриотов в России, которые готовы просто умирать, просто так за Родину. А вот за 200 тысяч рублей готовы, потому что, как я чуть выше говорил, они регионы обескровили настолько, что там 7 тысяч рублей в Евросети, это ничего себе, вполне себе, такой, значит, вариант развития карьеры. Значит, а тут 200 тысяч, и может все долги отдать и так далее. Поэтому здесь, конечно, война маргиналов, война тех, кто не пристроен в жизни, кто не смог уехать в столицы, где, естественно, зарплаты большие, и процент москвичей, которые пошли на все это дело, он же составляет, ну, просто, даже не статистическую погрешность, а просто мизер такой, который нельзя даже, в общем-то, в принципе, учитывать. То есть Москва, столицы не поехали воевать, потому что, еще раз подчеркиваю, потому что нету никакой любви к Путину, нет никакого желания рвения за него погибать. Поэтому в один прекрасный день, в общем-то, как только какая-то карта выпадет из-под этого карточного домика, вот, собственно, домик-то и разрушится. Просто вопрос в том, когда и как это случится. И вот то, с чего вы начали, это было очень правильно, потому что ксенофобия, конечно, это одна из возможных причин разрушения вот этой вот недоимперии. Ну, неужели тогда они не понимают, что они играют с огнем, разжигая эту ксенофобию? Либо это делается специально, либо здесь вообще нет логики. Путин не стратег, Путин тактик. Путин не может считать на несколько шагов вперед. Посмотрите, вся его политическая карьера, это же все метание. Начинал он с того, что он был либеральнее любого либерала. Если вспомните его заявление начала его карьеры, там же просто, ну, зайка, а не президент. Я не знаю, Владимир Зеленский. Значит, хороший человек, случайно оказавшийся в его власти. Если вспомнить то, что он вначале говорил, вот эти все вещи, то есть, соответственно, про дружбу, про международное сотрудничество, про признанные всеми границы Украины, про то, что империи все должны умереть, все такой ужас, ужас. И, понимаете, ну, то есть, действительно, как будто разные люди. Я здесь где-то начинаю прислушиваться к тому, что говорит профессор Соловей, потому что... Ну, а как еще это можно понять? Да, ну, вот у него метания эти всегда. То он хотел, значит, сделать... Я все помню, они там нас, пиарщиков, собирали, и там брейнсторминги были. А вот какая же у нас в России будет национальная идея? И вот там все что-то предлагали. Я помню, победила одно время доктрина. Я не помню, кто был из аналитиков и автором. Была доктрина «Догоним и перегоним Португалию». То есть, одна из стран Евросоюза, да, и вот Путину это очень понравилось. Он во все речи начал вставлять себе эти, значит, тексты про Португалию, что вот у нас есть там столько-то лет, чтобы это сделать. И, кстати, могли, на самом деле, в какой-то момент даже приблизились. Но потом они начали все тратить на войну и разворовывать на этой доктрине. Значит, соответственно, и не получилось догнать ни Португалию. И, по-моему, в итоге Россия сегодня ровно находится на тех позициях, с которых как раз начиналась гонка за Португалией. И потом у него было еще много разных метаний. То в одну сторону, то в другую. То, значит, он хотел во всех спортивных состязаниях, чтобы Россия победила. И когда они мухлевали с этой системой подмены анализов через дырку в стене. И, соответственно, вот была доктрина, что мы всех победим в спорте, и все россияне возрадуются и ставят меня президентом навсегда. То есть всегда задача была остаться навсегда. Значит, через догон ли Португалии, через разгон ли спортсменов до всех первых мест и так далее. То есть главное было, чтобы всегда ему было чем покормить свой народ и так далее. Ну и в конце концов он пришел вот к вот этой агрессивной, воинствующей своей политике, потому что принял для себя внутреннее решение, что это самое простое. Смотрите, кругом враги. Вот с четырех сторон готовится нападение. Давайте нападем первыми. Ну вот, собственно, вот собственно то, как примерно это сработало. Возвращаясь к задержанным в группу сети Холли, мнения экспертов в этом вопросе тоже разделились. Одни говорят, что было две группы. Одна, которая совершила теракт, а вторая, которая для задержания. Другие же уверяют, что преступники и задержанные это одни и те же люди. Как вы думаете, вот тех, кто задержали, это мальчики для битья, для показательного покарания, либо это реальные преступники? Ну я думаю, что, конечно, это дымовая завеса, конечно, это фейковые террористы, потому что, скорее всего, эта группа выполняла какую-то чисто вспомогательную роль донести, принести, привезти, отвезти, какие-то такие вот вещи. Принеси, подай, отойди, не мешай. Значит, соответственно, ну потому что, ну слушайте, там таксист, там парикмахер, там люди, которые автомат держать не умеют. А эти люди, те, которые там расстреливают людей, они автоматы держали профессионально. Я специально поговорил с человеком, который работает в одной спецслужбе, и который сказал мне, что, ну нет, конечно, это обученные люди были, те, кто стрелял. Потому что, ну, это и психологически непросто, на самом деле, стрелять в безоружных людей, мирных. И технически тоже это нужно осуществить. То есть если ты просто начинаешь палиться в разные стороны, то ты ни в кого не попадешь. То есть это они делали прицельно, они очень экономично тратили свои ресурсы, то есть они друг друга прикрывали на случай, если там будет кто-то, кто в состоянии будет им ответить. И это тоже было эффективно, на самом деле. Потому что были люди, которые пытались им ответить. Значит, соответственно, нет, это не та группа, которая убивала, на мой взгляд. Я думаю, что это были классические, ну, такие зайчики, мальчики для битья. Значит, соответственно, кто реально осуществлялся рак, я думаю, что это, ну да, это какие-то подготовленные, обученные, конечно, не сотрудники ФСБ России, потому что, еще раз говорю, так не делают. Но вот уже те, которые были близко куда-то туда, значит, к тем, кто взаимодействовал уже, соответственно, и с, возможно, возможно, с какими-то заказчиками, которые, как я считаю, все-таки могли находиться в Кремле, в России. Значит, и, соответственно, чтобы эта группа не спалилась, они ее убрали оттуда из-под удар, нашли вот эту вспомогательную, и из них вот сделали террористов. Собственно, вот эти все лютые избиения, наверное, и были нужны для того, чтобы они не спорили ни с чем, и взяли всю вину на себя, для того, чтобы вот тех вот настоящих никогда никто не взял, чтобы это не вывело на организаторов, чтобы, как классически шутят в таких случаях, чтобы в ходе следствия Путин не вышел сам на себя. В осмотляет Путин 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 Субтитры создавал DimaTorzok